Всем привет! Я Алексей Макаренков и вы на моем личном игровом канале, где я рассказываю всякое про игры, игровую индустрию, а еще про медицину и биологию. А смотрите вы внеочередной ролик про PlayStation 5. Он не отменяет другого видоса, который я обещал и который на этой неделе точно выйдет. А сейчас я просто решил перед анонсом PS5 собрать воедино всю достоверную и плюс-минус достоверную информацию, которая известна о новой плойке. Без какого-то сложного анализа я просто расскажу вам про все основные слухи, сливы и про уже подтвержденные данные. Ну и конечно немножечко поанализирую, чтобы в голове у вас было все, что нужно, а чего не нужно, не было. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Поддержать канал можно по ссылочкам в описании. По этим же ссылочкам можно не донатить, а просто подписаться, чтобы следить за новостями из-за кулисия и поехали разбираться что да как. Для начала самая свежая информация слитая на 4chan'е. Достоверность источника никакая, но информация выглядит очень реалистично. Там человек рассказал, что работает в игровой студии и у них есть и DevKit PS5 и Xbox Series X. И привел сравнительные характеристики. Итого, процессоры и там и там AMD-шные, на архитектуре Zen 2, в плойке на 3.6 ГГц, в ящике на 3.7. Суммарная графическая мощность 12.6 ТФ у плойки и 11.8 у Huana. Оперативы 16 ГГц GDDR6 и 4DR4 у плойки, у Xbox 16 плюс 4. Винт в PlayStation 5 SSD-шка на скорости 5.5 размером 500 ГБ, у Microsoft терабайтник на скорости 3.8. И все уже кинулись делать какие-то выводы, но давайте успокоимся. Даже если информация полностью достоверна, ребят, это девкиты. Девкиты очень часто отличаются от серийной консоли. В объеме памяти Винчестера вообще запросто. Отличие может быть не сильное, но оно всегда есть. И поэтому точно не стоит делать на основе этих данных сравнение, кто сильнее, PlayStation 5 или Xbox Series X. А теперь переходим к информации уже не о девкитах, а о том, что мы увидим в магазинах. Что известно про железо PlayStation 5. Начнем с проца. Очевидно и совершенно точно это будет AMD. Почти точно восьмиядерный Ryzen. Плюс еще ходили слухи про Аберон с обычным графическим процом. Была утечка про три режима работы. В максимальном на ступень ниже, как аналог PS4 Pro. И на две ступени ниже аналог PS4. То есть это штука, связанная с обратной совместимостью. Будет 4К-графика без всяких интерполяций. Вероятно, будет полноценная 8К. Но это уже не точно. Про трассировку кричат вообще все, что она будет 100%. Но это как раз пока не подтвержденные данные. Просто куча слухов. Накопитель твердотелка. Объем, вероятно, до 1 терабайта. Возможность использовать хард в качестве медленной оперативной памяти. Да, возможно. Но опять же, это просто слухи. Что по памяти. Скорее всего DDR6 с пропускной способностью до 448, а может быть и до 512. Но опять же, есть инфа по девке там. Сколько именно поставят памяти, пока не ясно. Может ли быть столько же, сколько в девките? Ну, в целом запросто. Ну и по поводу общей мощности серийной консоли. Вроде бы получается около 12 террафлопс. То есть эта информация тоже стыкуется с характеристиками девкита. Если что, у четвертой плойки был 1,8 террафлопс, а у прошки 4,2. Что важно. Недавно Bloomberg опубликовали информацию, что у Sony есть определенные проблемы с некоторыми видами памяти. Во-первых, ее активно скупают производители смартфонов. А во-вторых, из-за коронавируса производство подсело. Это, если что, сейчас очень серьезная проблема для многих железных и не только железных направлений. Я за последние пару недель переписывался с представителями русских офисов некоторых компаний. И они говорят, что из-за коронавируса почти точно будут проблемы с поставками. Уже рекламные компании сдвигают. И вообще, если планировали покупать какое-то важное железо для компа, возможно, стоит поторопиться. Так вот, из-за дефицита памяти, судя по всему, Sony сама пока не понимает, когда сможет начать продавать консоль. Плюс, какие размеры будут первых партий. Запросто может быть сильный дефицит. Плюс, по информации Bloomberg, себестоимость PS5 около 450 долларов. У PS4 себестоимость была около 381 доллара, а продавали ее на старте за 399. Если информация про стоимость производства PS5 правда, с большой вероятностью стоить она будет около 470-480 долларов. То есть, в России, вероятно, около 40 тысяч рублей. А может быть, даже чуть побольше. Плюс была информация, что дороговато стоит система охлаждения. Sony хотят сделать консоль максимально защищенной от перегрева. Если раньше система охлаждения обходилась компании буквально в несколько долларов, то сейчас в несколько раз дороже. И в целом, для Sony цена консоли это очень важная штука. Она отлично знает, что бывает, если у тебя с конкурентом примерно одинаковые мощности, но ценник отличается на соточку. Я почти уверен, что Sony вполне готова торговать консолью себе в убыток. Так часто бывает. Потому что деньги-то основные зарабатываются не на консолях, а на играх. И даже не на своих, а на процентах с продаж тайтлов сторонних разработчиков. И не забывайте, что в убыток себе работать придется не вечно, а лишь какое-то время на производстве первых партий. Дальше железо будет дешеветь, а вот цена на консоль останется, но примерно той же. И в какой-то момент себестоимость сильно упадет, и продажи консолей начнут приносить прибыль. Это стандартная история, но понятное то, что Sony хотелось бы на старте, на самом пике продаж, работать хотя бы в ноль. А чтобы определиться с ценой, надо знать цену на новый Xbox, на цену основного конкурента. И вот из-за всего этого, из-за проблемы, из-за неопределенности по стоимости Xbox, Sony продолжает выжидать. И до сих пор ничего не анонсировала. Судя по всему, давно собираются это сделать, но пока тянут. И будет забавно, если вот все скоро анонсируют, прям с помпой, по красоте, а цену бац и не назовут. И вот шутки шутками, но это очень даже возможно. Кстати, дизайн консоли до сих пор неизвестен, и очень многие продолжают из раза в раз ругать дизайн, который везде гуляет по сети. Напоминаю, это девки-ты. Ничего общего с финальным дизайном серийной консоли они не имеют. Вот посмотрите, как выглядели девки-ты прошлых пловек. Совершенно не похожи ни на одну из серийных версий. Отдельный разговор про обратную совместимость. Напомню, что она не подтверждена. Есть информация, что Sony старается ее реализовать. Есть куча сливов, что она будет. Но непонятно, в каком объеме. Слова Райана о том, что будет связь между игроками, немножечко о другом. Это о кроссгене. Но поскольку Microsoft делает полную обратную совместимость, для Sony очень важно тоже этот трюк провернуть. Сложнее всего будет с PS3, потому что там вообще другая архитектура, и даже заэмулировать сложно. А вот то, что будет обратная совместимость с PS4, можно почти не сомневаться. Ну и если что, даже если аппаратной совместимости с PS3 не будет, уж точно прикрутят совместимость по облаку. Тем более, что в PS Now эта функция уже есть. А еще, если не знали, то PS Now уже перестал быть чисто облачным сервисом. Там мощнейшая битва с геймпасом идет. И если вы подписаны на PS Now, то вы не только через облако можете играть, но и скачивать доступные игры на консоль. Кроме, как я уже сказал, игр PS3. Там только клаудгейминг. И напомню, что Евгеймо недавно проговорился, что консоли нового поколения обеспечивают почти полную совместимость со всеми старыми играми. Понятно, что юбики уже давно работают с девкитами и знают, что там и как. Но все же он сказал почти. Запросто может быть, что вот как раз про PS3 речи идет. Этой совместимости не будет. Теперь несколько слов про геймпад. Про новый DualShock. Про него мы знаем уже достаточно много. И напрямую от Sony, и из патентного ведомства. Будет встроенный микрофон. Звук будет сильно лучше, чем раньше. Кнопки и эргономика геймпада в целом будут такими же, как у текущего DualShock. То есть переучиваться не придется. Было бы странно, если бы они все перелопатили. В контроллер PlayStation 5 встроит экранчик. Плюс новую батарею, которая держит заряд заметно дольше. Ну и самое главное, супер новая система обратной связи и вибрации. Sony очень красочно ее описывала. Журналисты якобы тоже в восторге. Геймпад по-разному реагирует на разные поверхности, по которым перемещается персонаж. И вроде бы это просто супер крутой новый игровой опыт. Ну окей, если так. Но некоторые разработчики предлагают немножечко успокоиться. И говорят, что да, это забавно. Но вообще ничего супер особенного. Просто попонятнее немножечко иначе вибрирует. Так что еще посмотрим, что там за революция такая. А еще силу нажатия на окурки будет регулироваться. А теперь несколько отдельных слов про эксклюзивы. Я уже не раз рассказывал, что Sony старается превратиться в аналог Диснея, только в игровом секторе. И чтобы это сделать, им придется начать сливать свои эксклюзивы. Пока они только прощупывают почву. Но если что, в их экзе уже можно играть на ПК. Правда, пока только через облако, через PS Now. Но да, вот в Кратоса можно недавно было погонять на ПК-рне. Временная игра появилась в PS Now. Так вот, слив экзов это, конечно, отдельная самостоятельная стратегия. Но на старте PlayStation 5 не думайте, что Sony оставит консоль без эксклюзивов. Они точно будут. Скорее всего, их будет много. И вообще, одно другого не отменяет. Я подозреваю, что Sony с их умением подстилать соломки где только можно, будут двигаться по пути постепенного и плавного перехода к временной эксклюзивности своих проектов. И будут делать это очень осторожно. Смотреть на реакцию, считать денежки. В общем, вы поняли. Не думайте, что они прям вот так вот раз и от всего откажутся. С Sony Boy в ближайшее время можете быть спокойны. Благо, и Naughty Dog уже в открытую сказали, что The Last of Us в порту на ПК не выйдет. Ну и по поводу релиза консолей. Вот если не случится никаких ахтунгов, а с коронавирусом сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. Так вот, если все будет хорошо, то релиз случится в конце этого года. Но про это, кажется, даже люди далекие от игр и то знают. Такие дела. Спасибо за просмотр. Пишите, чего именно вы ждете от PS5 больше всего. За сколько готовы покупать консоль на отечественном рынке, а за сколько не готовы. Все комментарии я читаю и на многие отвечаю. Поддержать канал можно по ссылочкам в описании. И напоминаю, что этот ролик был внеочередным. И на этой неделе еще одно видео точно появится. Оно уже почти готово. Подписывайтесь с оповещением, ставьте лайки, если видео понравилось. И до встречи в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok